Новости региона в эфире. Всех приветствую. Вот не все, но главное в эту среду. Новости региона в Северодвинске. Заповедные земли Русского Севера становятся ближе, чему посвятили конференцию в Каргополе. Итак, зал аплодировал стоя. Сегодня в Архангельске чествовали лучших врачей региона. На церемонии побывал мой коллега Алексей Макеев. Накануне Дня медицинского работника чествовали тех, кому своим здоровьем, а порой и жизнью обязаны десятки тысяч человек. Церемонию награждения победителей областного конкурса «Лучший врач года» открыл губернатор области Александр Цибульский. Я для себя лично определяю развитие медицины, модернизацию медицины, создание комфортных условий для вас и самых современных условий для лечения пациентов в качестве одного из основных приоритетов своего пребывания на этой должности. Говорю это абсолютно открыто и искренне. Всего номинаций около 50. Лучшие врачи, каждый в своей специализации. Награды за заслуги перед Архангельской областью и звание почетный работник здравоохранения Архангельской области. Я думаю, что это признание работы больницы в целом и оценка заслуг всего коллектива больницы. И, конечно, прежде всего нужно всех коллег мне благодарить за то, что была отмечена моя работа. Зал стоя аплодировал хирургу 1-й городской больницы Виктору Рехачеву. За его плечами 60-летний опыт работы. Большинство хирургов области – это его ученики. По достоинству оценили работу и младшего медицинского персонала. Труд медицинской сестры очень тяжелый. И сейчас мои коллеги работают в ковидном госпитале. Северлинская горбольница номер 2 инфекционное отделение. Поэтому я поздравляю всех моих коллег, всех моих медицинских сестер, мой коллектив с праздником. За проведение уникальной операции «Спавший жизнь человека» награждены врачи перинатального центра, выполнившие первую тороскопическую коррекцию порока развития пищевода новорожденному в Архангельской области. Это важный момент вообще в хирургии. Потому что выполнять операцию на грудной клетке у ребенка, который весит 2 с небольшим килограмма, почти 3 килограмма, это, конечно, довольно-таки такое большое испытание. Находясь в одной операционной, за одним столом, каждый чувствует локоть друг друга. И, конечно, без доверия никуда. Каждый доверяет полностью своему партнеру. Сегодня на страже здоровья северян стоят более 4 тысяч врачей, более 10 тысяч специалистов со средним медицинским образованием. А всего в больницах области трудится 26 тысяч работников. И есть такая крутая фраза, которая присваивается Гиппократу «Сгорая сам, свети другим». Так вот, я хочу пожелать, чтобы ваше пламя, оно не просто горело, оно полыхало, и полыхало как можно дольше, чтобы ваш свет, который вы излучаете, присваивался на как можно большее количество людей вокруг вас. Алексей Макеев, Александр Кузнецов, Регион 29. Заповедные земли Русского Севера становятся ближе. В Каргополе обсуждали, как развивать автотуризм в арктической зоне. Многие направления для путешественников известны, но вот вопросы навигации и в целом доступной информации о тех или иных местах требуют усиленной работы. Основные тезисы в нашем материале. В нашем северном крае, куда ни ступи, всюду заповедная земля. История, культура и уникальные ландшафты уже давно определили курс развития туризма. Есть уже ставшие культовыми направления, а события последних лет только подогрели интерес к путешествиям по стране, в том числе на автомобиле. Как раз этому туристическому формату и посвятили конференцию в Каргополе. Город былинной красы объединил десятки признанных экспертов из России и других стран. Один из тезисов – самостоятельным путешественникам нужно больше информации о местах, куда держат путь, сервисах и дорожной обстановке. Тема навигации на конференции стала одной из основных. Разнообразие, природное разнообразие в сочетании с разнообразием исторических и культурных памятников. Вот это первое, да, и все это расположено очень компактно. То есть ты можешь получить за неделю огромное количество самых разнообразных впечатлений. И второе, наверное, все-таки это близость, потому что при всем при том, это довольно близко от Москвы, от Питера. Близко, но непросто порой ехать по региональным дорогам местного значения. Много грунтовок, плюс отсутствие ремонта из-за нехватки финансирования. Поэтому пока автотуризм – это история про путешествия в основном на внедорожниках. Мы-то в любом случае делаем трансферы по доставке людей, допустим, в Кенозерский парк, да, или тоже на Белое море. Вот у меня буквально вчера большую группу мы отправляли на Белое море на машинах. То есть в любом случае у нас свой еще микроавтомобильный туризм уже не на внедорожниках, а на автобусах. И эта ложка дегтя от туристических бюро может нивелироваться только бочкой меда в виде прочного транспортного каркаса региона. Работа по планированию дорожной сети в ближайшие годы выстроится с учетом точек, которые развиваются в сфере туризма. Это Онежское и Пинежское направления, а также дорога на Котлас, которая станет четвертой федеральной трассой в регионе. Для нас сегодня особенно значимо при планировании развития придорожной инфраструктуры автомобильной сети учитывать мнение профессионального сообщества, которое предметно занимается вопросами развития автотуризма. С тем, чтобы при планировании объектов капитального ремонта, реконструкции текущего ремонта дорог учитывать потребности автомобильных туристов. И иного пути нет. Деньги на многие проекты выделяются по поручению президента. К тому же развитие туризма как одно из приоритетных для экономики области направлений обозначил в послании губернатор Александр Цибульский. А мест притяжений масса – от Карга, Поля, Пинежья, родины Ломоносова до Ненокса, Киострова и Соловков. Архангельс область с ее прекрасным климатическим условием, прекрасными, интересными, доброжательными людьми. И действительно есть что посмотреть. Будет один из флагманских таких маршрутов заповедной земли Русского Севера. На федеральном уровне уже сформирован план масштабных мероприятий по продвижению русских арктических территорий. Одним из них станет крупный форум в Санкт-Петербурге «Доступная Арктика». Затем запланирован проект на Шпицбергене с отправной точкой в Архангельске. Артемий Заварзин, Регион 29. Затем, как в регионе исполняются национальные проекты, продолжают следить общественники. Группа контроля сформирована по инициативе губернатора. В центре внимания школы, детские сады и другие социальные учреждения. Из Приморского района репортаж Михаила Меньшанина. Так выглядят закатанные в асфальт 23 миллиона рублей. Разумеется, ради благой цели. Заводская и Большесельская улицы Вуйме больше 12 лет не знали ремонта. И вот, наконец, дождались его благодаря нас проекту «Безопасные и качественные автодороги». Был организован и согласован проект безопасности движения с установкой светофора, лежачих полицейских, зебры, ограждения, освещения. Как бы все было учтено. Учтиво, заказчики повели себя и с подрядчиком, щедро прописав в контракте целых 4 месяца на работу. Подрядчик уложился почти в два раза быстрее. Во всяком случае, сейчас готовность объекта уже 97%. На первый взгляд, о выполнении работ, заявленных на сегодняшний момент, выполнены полностью. Асфальт уложен, тропинки и у нас тротуарная плитка уложена. Устанавливается, заканчивается установка барьеров. Уже стоят светофоры, еще не подключенные, правда. Зато ко всем коммуникациям уже давно подключен детский садик в поселке Боброво. До школьного учреждения здесь ждали не 12, а всего 5 лет. Но и этого хватило. Ведь родители были вынуждены возить детей в соседние деревни. Ждали и родители, и дети. Конечно, детский сад получился замечательным, ярким, просторным, светлым. И я могу сказать о том, что я рада за своих детей, за наших родителей, о том, что есть такая возможность привести самостоятельного ребенка в детский сад, пообщаться с воспитателем, узнать о его успехах, успехах своего ребенка. Все это благодаря нацпроекту «Демография», по которому в Боброво и был построен новый детский сад за 90 миллионов рублей. Куда пошли деньги, видно, что называется с порога. Большие группы, рассчитанные на 60 детей, с буфетом, спортивным, музыкальным залом, новый медкабинет с процедурной и система видеонаблюдения. Не все городские детские сады, наверное, имеют такой уровень оснащения, который есть в этом детском саду. Поэтому замечаний у нас нет. Есть подъемники по доступной среде, есть скаты. Поэтому люди с инвалидностью и с определенными особенностями, с особыми потребностями, тут тоже могут пользоваться этим объектом. Из-за дороги в Уйме и за детский сад в Боброво группа общественного контроля сегодня ставит твердые пятерки подрядчикам. Впрочем, оценку нужно будет еще подтвердить. Ведь общественники через некоторое время обязательно вернутся на эти объекты. Михаил Меньшанин, Александр Кузнецов, Регион 29. Продолжаем ситуацию с пылевыми бурями. В Северодвинске сегодня прокомментировали в ТГК-2. Напомним, в конце мая и буквально накануне въезд в город Корабелов оказался в плотном слое золы. Видимость составляла несколько метров. В чем причина и что будут с этим делать энергетики, выяснял Николай Цып. Уголь сжигают в печах, после получают горячую воду и электричество. Об этом знает каждый школьник, который побывал на ТЭЦ-1. Но вот о тоннах золы, которая образуется после сжигания угля, знают не все. Десятки таких фото и видео заполонили соцсети 15 июня. Въезд в Северодвинск будто окутало густым туманом. Это ветер поднял килограммы той самой золы. Ведь совсем рядом золоотвалы. В администрации города отреагировали немедленно. Нами направлено обращение в ПАО ТГК-2 и Министерство ТК ЖКХ Архангельской области для разрешения данной проблемы. Нами там же повторно направлено обращение в органы прокуратуры Роспотребнадзор и Росприроднадзор. По информации ТГК-2 ими уже предпринимаются на сегодняшний день меры по локализации данной проблемы. В мае тоже бушевала буря из золы. После нескольких жарких дней ее залежи высохли и ветер поднял частички воздух. Уже тогда энергетики приняли меры. На первую карту золоотвала, которая сейчас в данный момент есть в пылении, переведен пульповыпуск сбросов со станции для увлажнения золошлаковых материалов. Также с 15 июня дополнительно с целью увлажнения установлена мотопомпа. Обычно сброс золы вперемешку с водой ведут на вторую карту. Первая уже почти переполнена. Она и доставляет неудобства горожанам. В следующем году ее планируют рекультивировать. А вторую карту постепенно освобождают и перекачивают золу на новую территорию за 5 километров от города. Как нам рассказали на ТГК-2, эта зола относится к пятому классу опасности. То есть, по сути, это самые безопасные отходы на производстве. Но, тем не менее, сейчас Росприроднадзор и прокуратура разбираются, был ли нанесен ущерб экологии и людям, которые работают на ближайших предприятиях. Николай Цыпь, Юлия Куницкос, Регион-29. Сейчас полминуты рекламы. После узнаем, почему новейший водопровод в Шангалах вызвал критику жителей. Не переключайтесь. Стартует всероссийская декада подписки. Только с 7 по 17 июня оформите подписку на областную газету «Правда Севера» по льготной цене со скидкой 30%. Оформить подписку можно дистанционно за 5 минут онлайн на сайте, в любом отделении Почты России, подписной индекс П4182 или пригласить почтальона на дом по единому телефону. Подарите себе и близким подписку на любимую газету. Продолжаем выпуск информации от Следственного комитета. Он начал проверку по факту гибели индийского студента, учащийся Северного государственного медицинского университета, утонул в реке Кольчинянки у деревни Пустошь 15 июня. По предварительной информации, компания студентов проводила время на берегу реки и употребляла спецненные напитки. Потерпевший пошел купаться и утонул на глазах у друзей. Его тело без признаков насильственной смерти, излечено из воды. Это трагедия, это трагедия для его семьи, это трагедия для нас. И мы, конечно, выражаем самые истинные соболезнования и семье. И эта информация направлена в консульство. Погибшему был 21 год. Его тело обнаружили в 7 метрах от берега. Скорее всего, молодой человек не ожидал резкого набора глубины. Обстоятельства несчастного случая выясняются. Культурным центрам не хватает современной техники, а музеям грамотных специалистов. Нам не нужны хорошие мальчики и девочки, нам нужны профессионалы. Такой комментарий мы записали сегодня на профильном комитете в областном парламенте. Слово Михаилу Меньшинину. Июньская сессия областного собрания – момент для Комитета по культурной политике, образованию и науке отчитаться о состоянии профильной сферы. И тут, как бы не хотелось, все равно разговор сводится к теме пандемии, удар которой учреждения культуры приняли одними из первых. Музеи, библиотеки, концертные залы и театры спешно стали осваивать онлайн-формат работы. И тут сразу проявились сложности. У нас не хватает даже в крупных бюджетных учреждениях оборудования, на котором можно было бы вот эти все программы для онлайн-трансляции, для онлайн-работы готовить. И вопрос кадров плавно перетекает и очень взаимосвязан с вопросами материально-технического снабжения и состояния сферы культуры в целом. К слову о кадрах, они и до, и после пандемии предпочитают держать социальную дистанцию от работы в учреждениях культуры. Вот и получается нехватка специалистов, которых по объявлению точно не найдешь. Нам не нужны хорошие мальчики и девочки, которые учились на пятерке и четверке. Нам нужны люди знающие. То есть понятие профессионалы в музейном деле – это такая вот реальная проблема. Это, да, это сочетание ума и труда. И кроме того, в качестве плюса, я считаю, что работать в музее – это одна из самых лучших жизненных, наверное, ситуаций. Вот только заманить людей в эту жизненную ситуацию пока нечем. Хотя, по словам депутатов, деньги на сферу культуры выделяются не по остаточному принципу. К тому же в стране реализуется национальный проект «Культура» и проводятся различные грантовые конкурсы. Заставить деньги работать должны региональные власти. Очередная попытка предоставится на ближайшей сессии. Михаил Меньшанин, Ольга Красулина, «Регион-29». В регионе растет число заболевших коронавирусом. Тему обсудили на оперативном совещании при губернаторе. На сегодня основной перерост на юге области – в Коряжме, Устьянском, Ниандамском и Вельском районах. Рост заболеваемости наблюдается, но не такой динамичный, он не критичный. Но наша задача с вами не допустить серьезного распространения заболеваний, обеспечить готовность наших медицинских учреждений к принятию пациентов. В настоящий момент всего развернуто 842 коек, из них занято 579 коек. Развернули в общей сложности дополнительно на базе Котласа еще 55 коек. И будем продолжать разворачивать, поскольку количество заболевших в Котласском районе, в городе Котласе, превышает количество выписывавшихся. Полный прививочный комплекс прошло больше 110 тысяч человек. Регион в ожидании еще 11 тысяч доз вакцины. Воды не было почти полвека, и вот она появилась. Но жители по-прежнему не радостны в оценках ситуации. В селе Шангало-Устьянского района власти предъявляют претензии к подрядчику, который монтировал водопровод по федеральной программе. Что же не так? Разберемся в нашем сюжете. Усата-полосатый нежится на солнце. А теперь он понимает, что даже в знойный день всегда можно утолить жажду, ведь в Шангало наконец пришла чистая вода. Очень хорошо, мы довольны. Что колонка только вот сделать бы, что поаккуратнее здесь, покрасивее. К жителям хочется красоты рядом с колонками, которые появились по федеральному проекту «Чистая вода». Монтаж водопровода – событие, безусловно, долгожданное, но вот благоустроить места ремонтных работ не помешает. Жители проводят интересные параллели. Вот если бы они заказали в дом быта брюки, и им бы сказали, ну вот одной штанины только нет, ну заберете, забрали бы? Нет. А тут с такими недоделками взяли и пустили в эксплуатацию. Работы по монтажу сетей пришлись на межсезонье. Понятно, что тогда ни о каком облагораживании территорий около колонок речи не было. Впрочем, даже один из колодцев не то, что неблагоустроен, а элементарно оголен, что явно недопустимо. Колодец не был укрыт, в результате вода замерзла. И в результате, значит, пришлось вот в апреле размораживать этот вот объект от льда. Также есть и провалы грунта. До некоторых колонок просто не добраться. Подрядчик из Вологды. Претензии к нему предъявил заказчик. Это администрация Устьянского района. 15 июня компания АСМ, это подрядчик, приступила к устранению выявленных недостатков в течение двух недель. Они будут работать на объекте. Соответственно, к 1 июля комиссионно мы будем принимать все в соответствии с дефектной ведомостью и подписывать акты приемки выполненных работ. Руководство администрации Шангл отмечает, что администрация Устьянского района должна решить и вопрос с санопидзаключением на воду. Его до сих пор нет. Экспертиза для районных властей обойдется примерно в 100 тысяч рублей. А второй момент. У нас до сих пор нет неразграниченной объекта между муниципальным районом и администрацией Мушанглской. Соответственно, нет договорных обязательств с управляющей компанией или с ресурсоснабжающей компанией. Будет разграничение, будет и понимание, кто за что отвечает в вопросе водоснабжения. Пока технические нюансы решаются, жители надеются на главное, что пришедшая после стольких лет ожидания вода не исчезнет. Ведь раньше ее доставляли, хотя и бесплатно, только в определенные часы. Артемий Заварзин, Карина Заплатина, Ирина Марчик, Регион 29. Строительство одного из самых важных социальных объектов Мизени, нового детского сада на 220 мест, идет строго по графику. Подрядчик обещает закончить работу к 1 сентября. Подробности у Алексея Макеева. Детского сада, тем более такого большого, сюда будет ходить 220 детей, в Мизени ждут давно. Его возведение началось летом прошлого года по нацпроекту «Демография». С началом автомобильного сообщения темп работ ускорился. Уже устанавливаются внутренние перегородки, монтируется электропроводка и оборудование отопительной системы. Полы заливают бетонной стяжкой. Здесь на первом этаже у нас теплые полы, сподогрел. Значит, ребята уже сделали почти половину залитополов на первом этаже, которые с утеплением. На втором этаже уже 100% вся стяжка готова. Пока на стройке еще немало мест, где создается впечатление хаоса. Но это только на первый взгляд. Как говорят строители, скоро картина изменится до неузнаваемости. Благоустроена будет и прилегающая территория. Кроме всего прочего, данный детский сад у нас выполняется под ключ. То есть поставка всего технологического оборудования, игрушки, простыни, кроватки. Все это уже закуплено. И как строительная готовность будет, мы все привезем и смонтируем. Общая стоимость контракта более 280 миллионов рублей. Срок сдачи ноябрь, но подрядная организация взяла на себя обязательство сдать объект 1 сентября. Алексей Макеев, Николай Акулов, Ольга Красулина, Регион 29. Центр пластической хирургии на базе 2-й городской больницы в Северодвинске вновь принимает пациентов. Напомним, в период пандемии все помещения горбольницы были задействованы для борьбы с коронавирусной инфекцией. Открыли центр обновленным. Теперь прием будет вести кандидат в медицинских наук из Москвы. Первая смена Сергея Колесникова в центре пластической хирургии 2-й горбольницы Северодвинска закончена. Сегодня он вылетает в Москву. С врачами обсуждает свой следующий визит 15 июля. Работать профессиональный хирург с 25-летним стажем в Северодвинске будет вахтами. Но, как говорится, до последнего пациента. Отделение пластической хирургии будет выполнять операции и оказывать помощь пациентам, которым требуется эстетический, пластический или реконструктивные операции. У нас уже прошел ряд консультаций. Некоторые пациенты записаны на операцию. Консультации касались пациентов с эстетическими проблемами лица, груди, еще передней брюшной стенки. Опыт московского хирурга огромен, поэтому в Северодвинске теперь будут оказываться все возможные услуги в этом направлении, вплоть до интимной пластики. Сейчас и 15 июля консультации будут проходить бесплатно для всех. Обратилось много наших коллег-медиков. И хотелось бы отметить, что особенно импонирует отношение доктора. Я считаю, что это высоко профессионально, когда тебе не навязывают услуги, а наоборот говорят, что вот это вашу проблему не решит. Это я бы не посоветовал. Главный плюс Центра пластической хирургии в Государственной горбольнице – это возможность оказания всесторонней и качественной медицинской помощи в одном месте. Здесь всегда все есть. Есть и касательно медицинских препаратов, которые требуются для проведения анестезии, различных видов анестезии, для проведения оперативных вмешательств, для послеоперационного наблюдения и сопровождения пациента. Записаться на прием к Сергею Колесникову можно через отделение платных услуг 2-й горбольницы. Николай Цыпь, Юлия Куницкас, Регион 29. Каждую вторую субботу июня в России отмечают День мебельщика. Праздник не имеет официального статуса, но так или иначе касается каждого из нас. День мебельщика считают своим профессиональным праздником не только столеры, конструкторы, но и люди смежных профессий – дизайнеры, швеи-продавцы. Алексей Быков долгое время руководил производством Архангельской фабрики мягкой мебели. Сейчас подбирает для продажи мебель других брендов. И когда речь идет о повседневном уюте, постоянные покупатели по-прежнему обращаются к нему за профессиональным советом. Наш сегмент представлен как раз для квартир небольшого размера. И старые традиционно у нас в основном книжки, обычные еврокнижки, угловые диваны. В принципе, популярностью пользуются малогабаритные диваны, это детские, и кресла. При этом важно, что каждая модель по качеству, прочности, длительности эксплуатации и дизайну имеет сходство с продукцией, уже знакомой архангельскому покупателю на протяжении 60 лет. Для покупателей, не знающих тонкостей производства, профессиональные рекомендации мебельщиков со стажем часто имеют решающее значение. Ведь тяга к комфорту – обычное явление для современного человека. Алексей Макеев, Евгений Зыков, Регион 29. Такой была эта среда. Летнего вам настроения и только хороших новостей. Встречаемся завтра ровно в полдень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова